Но мне на сегодняшний день, когда мы сейчас исследуем нейронные связи головы и сердца, на моём примере ребят, которые не кушают, как у них работает эта взаимосвязь, соединяются они или нет, и там есть считывание кодов. То есть как бы нам не было обидно, досадно, мы цифровые. Здесь, в этой плотности, как минимум, мы цифровые. И когда мы смотрели, когда я рассказывала своё видение Земли, когда ребята рассказывали своё видение Земли, то есть каждый рассказал, вот так вот послушаешь на первый взгляд, и оно кажется таким как бы разным. Но когда начинаешь вот эти все моменты соотносить, то ты понимаешь, что это не разная информация, а преподносится как будто бы как разными словами. То есть у кого-то такой лексикон и такой-то видение, такая-то начитанность, какие-то знания, какие-то свои аксиомы жизненные, и он выносит это вот таким путём. А кто-то просто обычный человек, как у нас там, я говорила, уже есть в команде исследуемых мужчина, он просто дальнобойщик. То есть у него он самый, ну просто вообще самый-самый обычный человек в миру. И у него, он жил в бедной, ну даже не в среднестатистическом, а в бедной семье. В бедной семье. И вот у него и работы всё время такие были. У него есть семья, у него двое детей, двое, да, двое детишек у него. Жена, с которой вот он не со школы, а как у них там, у них школа, потом идёт какой-то типа подготовительный вуз, а потом вуз считается. Что-то такое у них. Вот. И когда уже ты выходишь из школы, вот в другом заведении, в следующем, давайте так назовём, он встретил свою супругу. И вот они с тех времён ещё вместе. И он говорит, у меня никогда не было, даже не том, что желания, у меня никогда не было возможности, чтобы что-то там читать. И так как у меня сразу же практически образовалась семья, мне нужно было всё время зарабатывать. И он объясняется своими словами. Но если это всё совместить, получается, в принципе, одно и то же. И вот эти писания, вот эта вот древнейшая книга, она как раз рассказывает о том, что есть несколько слоёв, вот как земли, да, земля как будто бы как под плотностями, да. И я это немножечко другим языком говорила, но сейчас расскажу другим, а потом мы к нему ещё вернёмся, к этому моменту, когда я отвечу на все вопросы потом уже. И вот эти вот плотности, они получаются, что как бы земля, плотность. Потом следующая плотность — это искусственные звёзды, искусственное Солнце, искусственная Луна. Это в писаниях описывается. И следующая — это как бы… Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Телеграм, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления. Работе с сознанием и не только. Со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду! Я вас всех очень жду!